Участники трансконтинентальной экспедиции «Полюс холода соединяет океаны» подвели итоги путешествия. Напомню, что рекордный переход из Тихого в Ледовитый океан организовали при поддержке Русского географического общества и Российского союза спасателей. Эксклюзивные кадры в сюжете Афанасия Николаева. Впервые в мире от океана до океана по внутренним водным путям через уникальную океаническую точку бифуркации рек прошли 12 человек. Это спасатели службы спасения Якутии, журналисты телеканала «Моя планета» и ученые. 2868 километров пути были серьезным испытанием для техники и экипажей. Но, как признаются участники экспедиции, одним из сложнейших этапов был подъем по реке Дель-Кюахотская в самом начале пути. Большой подъем, уклон реки часто-часто приходилось прямо откарабкаться в течение, допустим, на одном участке около трех метров подъем воды. Это на протяжении 100 метров. На всем протяжении экспедиция вела серьезную научную работу. Изучались популяции птиц в бассейнах рек. В максимальном отрыве от цивилизации были установлены два мерзлотных логера, приборы, фиксирующие температуру почвы. Были взяты пробы воды с шести рек, охоты, Дель-Кюахотской и Куйдусунской, Куйдусуна и Индигирки. Эти образцы стали настоящим сокровищем для якутских гидробиологов. Материал пока не обработан, это процесс долгий, очень интересный. Пусть не позавидуют все гидробиологи мира, потому что на самом деле материал, на этот материал большие надежды мы возлагаем. Материал должен быть уникальным. Но это выяснится не сразу, это нескольких лет работа, наверное, так. Одним из серьезнейших испытаний для путешественников стало ущелье, страха и угнетение, радости и восторга. Легендарная Индигирская труба. Кроме географической и научной программы, экспедиция несет и определенную социальную задачу. Через СМИ, а именно журналистов телеканала «Моя планета», путешественники привлекают внимание федерального центра к заботам жителей Якутской Арктики. Вот операторы удивлялись, как Момский район, например, Абыйский район, они находятся за полярным кругом, у них очень сложное обеспечение. И в то же время эти районы не относятся к Арктической зоне. Конечно, это географы должны ставить вопросы о том, чтобы включить эти районы в Арктическую зону. 5 августа члены экспедиции достигли Ледовитого океана. Впервые в мире доказав, что между двумя океанами есть проходимый по воде внутренний маршрут. Афанасий Николаев, НВК Саха, Хабаровский край, бассейн реки Индигирка.